Это правда очень странное видео, простите меня. Я просто хотел немного выговориться, потому что утопить свой 5s вот за несколько дней до презентации нового айфона и покупать айфон, который вроде бы сейчас уже будет не последним, это, конечно, не лучшее, что происходило со мной в моей жизни. Всем привет, и в этом видео я хочу с вами поговорить о том, что со мной произошло совсем не так давно, поскольку обычно я с вами говорю на какие-то тематические темы, но порой вам нужно рассказывать что-то о себе, чтобы вы понимали, кто я вообще такой, да, как я мыслю в определенных ситуациях и какие выводы я могу из этого сделать. И сейчас я вам расскажу, расскажу, да, расскажу вам историю, которая не так давно произошла. На момент снятия этого видео прошло, ну, буквально так дня два, в прямом смысле, и эта вся ситуация меня действительно многому научила. И эта история будет про то, какой я лох, как я лоханулся с айфонами, про то, что не нужно чего-то там ждать, нужно просто брать тогда, когда тебе это нужно и необходимо. И давайте начнем. Начнем, в принципе, просто с того, что я безумно люблю технику. Как бы половина моих интересов это IT, другая половина моих интересов это мода. И как бы поэтому на одежду и на технику я спокойно могу тратить любые деньги, для меня это немного. Если для кого-то это действительно такие траты, которые они считают, ну, не соизмеривыми, с их бюджетами, которые для многих людей кажутся каким-то маркетинговыми уловками и прочим, то для меня это просто траты. Как бы я не вижу ничего странного и зазорного там в том, что макбук может стоить больше 100 тысяч. Как бы для меня это все норма. Это просто, это просто цена. Вот, на ту вещь, которая тебе нравится. Также и в одежде какие-то определенные дизайнерские вещи, это то, что я, по крайней мере, понимаю. Но я не понимал какие-то другие моменты. И это я стараюсь держать при себе. Поэтому, если вы тоже это не понимаете, то старайтесь это тоже держать при себе. Потому что, ну, лучше просто улучшать свой уровень жизни и как-то радовать себя. Живем мы все-таки один раз. Это одна из мыслей этого видео. Как я сказал, люблю я технику. И, естественно, у меня есть где-то свои фавориты, которые у меня со временем корректируются. В зависимости от того, какие задачи и цели у меня стоят на эту технику. То есть, если это ноутбук, то для меня на данный момент важно наличие ноутбука на Windows. Это мне будет важно в течение двух, а может быть даже четырех лет. В дальнейшем мне просто придется перейти на макбук, который я тоже безумно люблю. И люблю очень-очень сильно. И Windows я люблю. Вот, но знаю и там, и там достаточно большое количество минусов. И понимаю, какая система мне для чего нужна. Но в телефонах все гораздо проще. У меня уже давно есть iPhone. Все началось с iPhone 3G. И после этого все. Жизнь перевернулась. Потому что это была эпоха Nokia 88.00. Когда у самых таких крутых ребят, которые прям любили технику, любили телефон. И появлялись Nokia 58.00. И схожие с этими моделями модели. И это была вау, как круто. И у меня тоже такой телефон был. Но потом у меня появился iPhone 3G. Это первый iPhone, который продавался у нас в России официально. И боже мой. Тогда я просто понял то, что это то, что мне нужно. Это то, с чего я просто никогда не сойду. Знаете, вот в то время была та самая магия. Был вот этот вот вау-эффект. Когда ты переворачиваешь вот это приложение iPod. А тогда так называлось приложение музыки. У тебя появляются вот эти вот альбомы. В виде каких-то вот виниловых пластинок. Это было настолько круто. Ты просто на это мог залипать часами порой. И это действительно доставляло. И помимо этого, действительно доставляло наличие мультитач. Мультитач жестов в первую очередь. Поскольку на ноги моей тогда делать такого было нельзя. Хотя она тоже была сенсорная. И вроде бы это был смартфон. Но на тот момент у iPhone было очень-очень-очень много минусов. Но тем не менее, вот эти вот фишечки, они заставили меня его полюбить. Хотя у него тогда не было никакой многозадачности. У него была отвратная камера. Поверьте, на моей Nokia камера была в разы лучше. На iPhone у него даже автофокуса не было. На тот момент автофокус для меня это в камере было прям все. У меня тогда зеркалки не было. И этот автофокус мне казалось, вау, как будто бы на зеркалку фон размывается. Вот, поэтому автофокус это важная вещь, да. И он даже видео снимать не умел, точно. То есть как бы iPhone уже тогда был таким устройством специфическим. Но он заставлял тебя в него влюбиться, если ты им начинал пользоваться. Хотя вот до момента того, когда ты им еще не пользуешься, ты не понимаешь, зачем это, для чего это. То есть как бы на тот момент все в моей жизни было именно так. Я пока им не завладел, я и не хотел им владеть, поскольку это было какое-то чужое устройство. Оно было не мое, я его не понимал. Я даже не понял, как оно может работать с одной-то кнопкой. Это же странно. Но я в него влюбился. И появилась у меня вторая тенденция, помимо того, что у меня все телефоны это были айфоны, появилась тенденция, что я их стал менять, когда они ломались. Они у меня правда все ломались. Они у меня не доживали, у меня нет ни одного целого айфона с прошлых лет. Часть она просто не включается, другая часть где-то утеряна, другая сдана куда-то. То есть я не знаю, много-много историй касательно айфонов, но в общем есть и третий у меня развалился, пятый у меня вообще был черный, который знаете, у него края обдираются. Любил я пятый айфон, конечно, да, но он у меня сдох просто в итоге от дождя. И последний мой айфон был 5s, я с ним ходил очень долго, вот этот вот золотое чудо. Надеюсь, вы видите то, что он полностью разбит. Сначала я его, ну в общем, рассказываю, да, хорошо, история. Ходил я с ним в 2017 году, и я понимал то, что это просто трэш. Ну, ходить с 5s в 2017 году конкретно для меня это что-то странное, поскольку я технику безумно люблю, и как бы айфон 5s уже не справлялся с моими задачами в 2017 году. Плюс как бы экран, ну я люблю вот этот экран, честно, мне нравятся 4 дюйма. Для меня это до сих пор оптимальный, пожалуй, вариант. Но современная мода в IT-индустрии диктует свои правила, и на данный момент все работает именно на экраны, которые гораздо больше 4 дюймов. Поэтому этот телефон, он уже устроил по огромному-огромному количеству критериев. И я его думал, может быть, поменять для прикола на SE, но как-то, знаете, пятерки, 5s, и потом SE, ну, так себе альтернатива. Да, в августе он у меня сломался, я думал, ладно, дождусь этого 8-го айфона, и вроде бы я его уже почти дождался. Презентация 12 сентября, старт продаж 25-го числа, все круто, но бац, и он у меня просто падает в ванну. А он сломанный, он разбитый, я его разбил не так давно, тоже в августе. Думал, ну все, дождусь уже, ну дождусь таким айфоном уже, правда, ну дайте мне уже мой новый 8-й айфон. Ни хрена. Он не выжил, как вы понимаете, после падения в ванну, и мне пришлось брать 7+. Вариантов просто не было. Мне нужно было чем-то, с чего-то звонить, мне нужно проверять мои дебетовые карты. Мне нужно сидеть как минимум в интернете, мне нужно работать с этим устройством. Для меня айфон это рабочие инструменты, поэтому мне нужен был плюс. Обычная 7-ка меня совершенно не устраивала. То есть, когда люди с обычными 7-ками и 6-ками подходили и говорили мне, слушай, у тебя 5s такой маленький. Я конкретно не понимал, потому что разницы между 6-м и 5-м айфоном по размерам, ну по факту нет. Ну, либо у меня просто руки такие большие, ну да, у меня длинные тонкие пальцы, поэтому как бы для меня 6 и 5s, они по факту одинаковые в размерах. И брать, опять же, телефон таких же размеров, это странно. И да, 7+. Что я хочу сейчас сказать вам, ребят. Если вы понимаете то, что вам уже нужно новое устройство, берите его. Вот правда, берите. Не нужно чего-то ждать. Не нужно вот правда ждать. Вот, скорее всего, вы обожжетесь, как и я. И в итоге вы будете больше недовольны. Хотя я не могу сказать то, что недоволен. Поскольку мне все равно устройство нужно чисто для работы, чтобы оно работало хорошо, 7+, работает хорошо, мне нравится. И как бы я не пользуюсь огромным количеством новых функций, которые показывают. Поэтому как-то, знаете, пофиг на все. Тоже очень важное. Это вы всегда заслуживаете лучшего. Не экономьте на себе. Не нужно всегда вот думать и говорить, это дорого. Я этого не заслужил. Что это вообще за постановка своих вообще каких-то мыслей? Понимаете, мне 20 лет. Мои родители, они далеко не богатые. То есть, скорее всего, вы богаче, чем моя семья. Но это мне никогда не мешало двигаться вперед. Это наоборот для меня всегда было стимулом. То, что да, я не миллионер. Я просто понимал то, что мне нужно работать. Работал и все время каким-то образом находил деньги. Поэтому как-то приобретение 5С для меня не составило какого-то труда. Приобретение 7+, в срочном порядке, для меня тоже не стало ударой по моему кошельку. Моя постановка самой мысли, она такая, что деньги это всего лишь средство для достижения цели. Это не ваша цель. Поэтому вы должны просто ебашить, как я уже сказал, и не отказывать себе ни в чем. Потому что вы живете всего лишь один раз. Поэтому, что я хочу сказать. Да, казалось бы, я лоханулся. Казалось бы, правда, нужно все брать вовремя. Но на своих ошибках учатся. И поэтому, что я хочу сказать. Надеюсь, вы поняли вообще, что я вам рассказал. Надеюсь, эта история из жизни вам чем-то понятна. А сейчас я прошу закончить, потому что мне звонит моя подруга. И мы должны с ней пойти праздновать ее повышение и беременность. Вот. Поэтому всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok